ГОДО 79 ПРЕДСТАВЛЯЕТ Украинский историк-исследователь, с армянскими корнями, Филипп Казьянц, отвечая на вопросы своих подписчиков, коснулся темы, древности азербайджанского языка. Как передает Ах-Харас, историк-исследователь отмечает, что исследуя данный вопрос, он наткнулся на ряд фактов, которые указывают на действительно древнюю историю азербайджанского языка. Я за правду. Многие говорят, что азербайджанский язык придумали в 20 веке. Но это не так. Как вам следующий факт? Был такой армянский автор, Герасим Эзов, Изиян. Он написал книгу, сношение Петра Великого, с армянским народом. В этой книге он приводит письмо, персидского шаха, Петру Первому. Это письмо, меня заинтересовало потому, что я искал, упоминания о пармьянах. Но его там не было. В письме было написано про христиан, проживающих в Персии. Так вот, комментируя это письмо, господин Эзов, еще в 1898 году, пишет, что почему-то данная рукопись была написана не на персидском, а на старо-азербайджанском языке. Подчеркиваем. В 1898 году. На старо-азербайджанском языке. Оказывается, до 20 века, был не только азербайджанский, но и старо-азербайджанский. Самое интересное, что знали об этом, и армянские, и проармянские историки, каким был Эзов. Я обращаюсь к простым людям, армянам. Не повторяйте глупости, которые заведомо вам, подбрасывают армянские горе-историки, чтобы не выглядеть идиотами. Сказал Эказьянц. Вопросы были там о азербайджанского языка, не было власть за азербайджанцев. Я, вы знаете, я за правду. Вот азербайджанский язык уже придумали в 20 веке. А как вам вот следующий факт, который я в книге, он есть, могу подтвердить. Есть такой, был такой армянский автор, Герасим Эзов, или там Эзиан его называют в армянских энциклопедиях. Ну, кроме как у армян нет свидетельств о том, что он был Эзиан, но неважно. Он написал книгу «Сношение Петра Великого с армянским народом». И в этой книге он приводит письмо, письмо Шаха, значит, Шаха, да, Шах пишет Петру Первому. Это письмо меня заинтересовало, поскольку я искал упоминания об армянах, но его нет, не было. В этом письме было написано о Несране, так называли в Персии всех христиан. Вот, арабы так называли христиан, Назарей, Несране. Об этом свидетельствует и любимый армянскими историками Сен-Мартен. Так вот, комментируя это письмо, господин Эзов в 1898 году вышла эта книга, это не 20 век, это 19 век, пишет, что это письмо странно, но оно написано почему-то не на персидском, а на староазербайджанском языке. Как вам вот такой факт? Оказывается, был не только азербайджанский, но и староазербайджанский. И знали об этом армянские историки или проармянские, каким был Герасим Эзов, если он вдруг там не был армянином. Вот такой вам ответ. Вы перестаньте ковыряться в этом. Не было Азербайджан. Были и был язык, который называли азербайджанским. Может быть, он кем-то еще как-то по-другому назывался, и иначе. Но вот интересен здесь факт, что именно армянский историк, который написал всем известную книгу сношения Петра Великого с армянским народом, указывает, что был не просто азербайджанский, а еще даже старый азербайджанский язык. Поэтому, братья-армяне, вот я к простым людям обращаюсь, вы не повторяйте глупости, чтобы не выглядеть идиотами. Не повторяйте глупости, которые заведомо вам подбрасывают наши горе-историки. И просто хотят, вот, как говорят, потрафить вашему гордыне этой национальной. Но они только убивают. Убивают вообще разумный подход ко всем. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.